Дамы и господа, представляю вам соперника в синем углу, боец из города Сургут. Ему 34 года, рост 192 сантиметра, вес 91 килограмм, 950 граммов, профрекорд 4 боя, 4 победы, 2 одержанные нокаутом, Владимир Жигайлов. Его соперник в красном углу из города Обнинск. Ему 31 год, рост 185 сантиметров, вес 90 килограммов, 700 граммов, профрекорд 12 боев, 11 побед, 7 одержанные нокаутом, 1 поражение. Третий номер рейтинга WBA Алексей Егоров. Реперебоя. Виктор Панин. Господа боксеры. Господа боксеры, прошу вас, опасно голову не идем, ниже пояса не бьем. Слушаем мои команды. Желаю вам удачи. Пожарите руки. По углам. Синий угол готовы? Красный угол готовы? Капа. Возраст, рост и вес промелькнули на ваших экранах. На 4 года старше своего соперника Жигайлов. И немножко повыше там, по-моему, сантиметров на 5. И сразу начинается. Но колоссальный опыт имеет за плечами все-таки, конечно же, Алексей Егоров. Как мы уже сказали, возвращается он в ринг после поражения от Арсена Галумиряна, где попытался завоевать он пояс WBA. Но, к сожалению, для себя не получилось. Хотя поединок выдался очень конкурентным. Крайне конкурентный бой. Это был достаточно активно. Боксеры его проводили. И на самом деле у Егорова тоже были очень хорошие эпизоды. Да, и о том бое очень много ходило, слухов, разговоров и всего остального. Но при этом мы видим вот такое возвращение сейчас Алексея Егорова. И очень интересно, насколько он заряжен. Какие у него планы сейчас именно на этот поединок. Да, на самом деле, наполеоновские планы. Видно, что Алексей забрал центр ринга. Активно, да. Активно работает. И вообще прям ни сантиметра пространства не дает. Все время на сопернике. Сжигайлов, откровенно говоря, так немножко поджался к канатам. Отдал здесь пространство и отдал инициативу. Да, казалось бы, должен встречать Джебом, но пока не пробует этого делать. Не получается у него пока применять свое превосходство в длине, наверное, рычагов. Егоров тут же, да, обозначил нужную для себя дистанцию. Ну, у меня, кстати, ощущение, что мы смотрим такое повторение предыдущего боя, только в тяжелом весе. По сути, у нас тоже есть явный фаворит в этом бою. Есть соперник, у которого хороший рекорд, но который давно не дрался. Но покажут ли такой же бой, это вопрос. Но при этом мы видим, да, что человек, который является фаворитом в этом поединке, сразу идет вперед с самого первого раунда. Да, этого мы как раз в прошлом бою не видели. Здесь Егоров оказывает такое достаточно хорошее давление на своего соперника. Да, постоянно, постоянно он на сопернике. И сейчас, как, через руку, хорошо, правый был. И снова доносит. Ну, вот так вот комбинации наслаивает, наслаивает. И не дает вообще в ответ ничего ударить, на самом деле. Алексей Егоров сейчас. Владимиру Жигайлову надо, наверное, как-то встречать раньше. Оппонента пока не получается. Держи, держи, держи. И держать. Вот так даже в клинче. Рефери Виктор Паневу пришлось даже вмешаться, да, в углу у Алексея Егорова, известный тренер и наставник Иван Кирпатучий, который очень... Хороший боковой там. Да, сейчас как будто немножко достал, да. И подпустились руки уже. Повело, плотненько, да. Начинает расколачивать здесь Алексей своего соперника. И неужели, да, колено. Колено. Ну, здесь видно было, это прямо в нашем углу, что Владимир защищается, но прям тяжело, тяжело после того удара. Очень тяжело поднимается. Восемь, ты готов? Поднялся. Стоит, готов продолжать. Сможет ли продолжать? Ну, 10 секунд всего лишь. 10 секунд, концовка. Да, и как Егоров заряжается. А удары у него мощные. Еще один хорошо в туловище. Тот самый удар в туловище и... Нет. Стоп! Нет. Показал Рефери, что не было здесь нокдаун. Второй раунд у нас начинается. Сразу идет вперед Алексей Егоров. Он отправлял соперник. Ух, хорошо. Да, три минуты у него есть. Да, на колени оказывается там, да. Владимир открывает счет здесь. Ну и Владимир сейчас так помотал головой, прям сам собой недоволен. Пропускает удары и не получается. А его подсказывали в углу, почему ты не клинчуешь, почему ты не вяжешь. Нет ударов снизу. Но видно, что пока Владимир так откроет. Так заряжен Егоров. Да, это будет установка. Это установка. Все верно. Абсолютно прав здесь Виктор Панин. Согласен с этим. Уважаемые дамы и господа. Рефери остановил бой на двадцать восьмой секунде второго раунда. Победу техническим нокаутом одержал Алексей Егоров.